приветствую всех на нашем канале я нарядилась вот такой красивый передник интернет-магазин сделал мне подарок хит сада значит время нас наступает посадки и так приступим очень много вопросов задают наши подписчики о том как правильно посадить томаты и сегодня мы будем как раз ролик посвящен как правильно посадить томаты и во что вообще их можно посадить способы посадки томатов существует на самом деле очень много есть классический вариант посадки вот в такие кассеты есть способ посадки в торфяные таблетки вот в такие то есть когда мы их замачиваем водой они увеличиваются в размере причем только в высоту в ширину не увеличивается вот торфяные таблетки можно посадить а можно посадить вот как мы сажали перцы у нас такой шикарный ролик есть посвящен как раз вот посадки но не стандартным способом то есть мы сажали в подложку из ламината и сажали в мусорной мешке это у нас еще один ролик есть я в комментариях ссылку на это все да вот вы знаете если честно то и в этом и в мешке в мусорной и подложку посмотрите какая шикарная рассада просто мы провели здесь эксперимент посадили баклажаны для того чтобы вы видели можно ли вообще сейте баклажан или перцы таким способом могу сказать так что оба варианта годятся и в подложку и в мусорные мешки здесь вам придется покупать подложку под ламинат она немного дороже мусорные мешки дешевле но у подложки это жесткая фиксированная у мешков мусорных это более мягкая но вы знаете смотрите какой вам способ лучше нравится так или так вариант выбор за вами и так значит мы сегодня посадим традиционным способом и вот в такие обычные мусорные мешки я вам покажу что же как 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 у нас быстрее взойдут помидоры вот мы заодно и посмотрим но могу сказать уже по эксперименту по нашему эксперименту что всходит быстрее вот в таких вот или подложки или в мешке но все по порядку итак прежде чем посадить томаты мы должны подготовить с вами семена что мы должны сделать мы должны их вначале визуально осмотреть выбрать из них одинакового размера качественные то есть ну давайте мы скроем вот семена и уже будем показывать сразу же итак открываем семена я взяла семена семена алтая мне они очень нравится как говорится выращенные в сибири мне понравилась какая всхожесть у этих семян вообще любых овощей поэтому я вот выбрал такой сорт называется данко томаты крупные 350 грамм внимание кустик размером 40 50 сантиметров а плот как я уже сказал 350 грамм вот такой от мам до удал и так семена алтая как говорится не жадны посмотреть сколько семян они нам положили в пакетик то есть прям очень даже много и все семена чем не что мне вот у них нравится они все семена фактически одного размера то есть откалиброваны это вот прям вот отличительные черта их мне нравится так визуально как я уже сказал вы осматриваете семена нет ли здесь больных плесневелых каких-то испорченных выбираем самые сильные здоровые лучше бы конечно проверить их на на целостность скажем так то есть погрузить в соляной раствор и посмотреть какие семена быстро осядут на дно банки с крепким соленым раствором те семена мы и берем те которые всплывают они заведомо пусты поэтому бежал сны рукой выбрасываем далее семена конечно бы лучше обработать в марганцовке на 20 минут поспал в крепкий раствор марганцовки слабо крепкий погружаем оставляем на 20 минут тем самым мы обрабатываем семена от любых грибковых заболеваний далее начинается процесс замачивания вариантов замачивания очень много можете пойти традиционным способом разместить в барле завязать написать сорт и все прочее 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 но можете пойти нашим путем у нас есть тоже очень хороший ролик о том как мы нестандартным способом замачивали семена в обычной посудной губки и результат просто нас покорил на самом деле то есть мы губку замочили в растворе и пина разрезали и погрузили туда семена буквально через несколько дней уже увидел такие корешки замечательные то есть тем самым если вы будете за 5 путем замачивания вы можете быстрее ускорить процесс схожести ваших растений но могу сказать так что конечно же замачивание это очень важные нужные процедуры но некоторые сюда водоогородники идут путем таким что высевает сразу семена сухие если семена вас обработаны имеет оболочку то их вообще не замачивать не обрабатывать предварительно не нужно то есть сеем прям прямым посевом в грунт я тоже хочу сегодня посеять прямым посевом в грунт грунт для рассады мы берем качественный хороший выбирайте любой которому вы доверяете мне очень нравится вот гера я предпочтение отдаю этому грунту вы можете любой использовать грунт но предварительная обработка грунта желательно тоже провести вы знаете и еще есть очень интересный момент то есть вместо грунта мы можем использоваться кокосовый субстракт он вообще великолепный необыкновенно легкий дело в том что вот любой грунт какой бы он не был замечательный имеет свойство слеживаться и вот благодаря вот этому то что грунт слеживается там образовывается болезнетворные микроорганизмы которые и могут спровоцировать заболевание рассады а вот субстракт кокосовый он вот эти вот эти качества у него полностью исключен то есть он настолько воздушный и легкий что рассада в нем никогда не болеет если у вас есть возможность приобрести такой субстракт обязательно покупайте он продается во всех цветочных магазинах в брикетах его замачиваем просто распускаем и в него сажаем рассаду но это так лирическое отступление так кассеты у нас уже с дырочками для отвода воды насыпаем в каждую кассету по землю лучше бы конечно немножко и вот так вот утрамбовать лучше конечно если вы использовать будете землю уже не совсем под краю так как мы будем подсыпать периодичностью землю то есть ваши растения будут расти и мы будем подсыпать грунт в процессе их жизнедеятельности вот такие кассеты мы можем использовать до момента пикировки то есть когда наступает момент пикировки вот от из-за этого раз из этой кассеты очень легко их извлекать то есть буквально легким нажатием пальцем мы достаем растение свободно и легко далее что еще не советую вам использовать кассеты которые большие по размеру дело в том что большой объем тары до момента пикировки как правило растение не успевает охватить весь земляной ком поэтому лучше сажать вот такие небольшие емкости и растение здесь успевает нарастить массу корней то есть успевает заполнить все пространство ежели вдруг растение у вас получится что земляной ком остается пустым и растение не успел заполнить корневой систем может наступить то же самое как я уже говорил загнивание корней и все прочее то есть возникновение каких-то вирусных и и корневых гнили поэтому нежелательно брать большие емкости и так мы засыпали ячейки сейчас у меня вот здесь лейка здесь у меня заправленный пин или любой другой корнеобразователь но мне вот нравится пин он хорошо работает и пин находится в ампуле буквально на такую лейку здесь пол-литра где-то добавляем 3-4 капли то более чем достаточно проливаем каждую лунку вода не должна застаиваться то есть просто должен быть влажный грунт я провела каждую ячейку водой цепи нам увлажнила почву и теперь наступаем моменту посадки и семена мы заглубляю на внимание на 1 сантиметр больше не нужно иначе семени очень тяжело пробиться через вот такую оболочку если у вас семян много и вам у вас их вам их не жалко то можно в каждую лунку сажать по два семечка затем когда рассаду вас поднимется вы выберете самое крепкое а второй растеницу удалите тем самым у вас будет как можно сказать так выбор это вот хорошо тем кто не замачивать семена если у вас семена замочены замочены вы уже видите кого растение будет сильной то есть те которые крышки самые мощные естественно не будут самыми сильными в каждую лунку я кладу по два растения но на расстоянии сантиметр друг от друга мы присыпали землей я хочу сказать основном я хочу сказать молодым садоводом-огородникам если вдруг вы подумали что вы слишком больше насыпали слишком глубоко заглубили или слишком много насыпали сверху земли чем один сантиметр не расстраивайтесь помидоры это очень не капризные культуры они все равно вырастут но немного чуть дольше если вдруг сильно заглубили но все равно вырастут не переживайте итак Сверху мы засыпали земли, здесь у меня тоже разведено 2-3 капли эпина, и сверху мы уже не поливаем, чтобы вода не засосала, как говорится, глубоко семена в грунт. Поэтому мы просто вот так сейчас сверху увлажняем почву из пульверизатора. Все, этого достаточно. Накрываем вот такой теплицей. И ставим в теплое, не на батарее, внимание, ставим просто в теплое место и обязательно следим за тем, чтобы не проглядеть тот момент, когда у вас появятся первые петельки. Вот просто петелька. Мы уже снимаем все укрытие и ставим их на светлое место, желательно даже с досветкой. Тогда рассада ваша не будет вытягиваться. Итак, вот такое я ставлю в темное место, в теплое, на проращивание. Еще один интересный момент. Если вдруг вы сторонник того, чтобы сажать общим посевом, то есть в единое, вот такую емкость, и вы сажаете единым посевом. Пожалуйста, такой способ тоже можно, потому что мы все равно же будем потом пикировать. Мы здесь засыпаем грунт, просто чисто теоретически я вам расскажу. Засыпаем грунт, делаем буквально любой емкостью, можно даже ложкой, бороздку, глубиной 1 см, ложкой прокладываем. Расстояние между бороздками 2-3 см. На расстоянии 2 см друг от друга мы раскладываем семена. Далее, ну перед этим мы, конечно, тоже почву проливаем, желательно пролить ее даже теплой водой, с эпином или с другим корнеобразователем. Далее мы раскладываем семена на расстоянии 2-3 см друг от друга, прижимаем их слегка к земле, засыпаем сверху грунтом, слегка увлажняем и точно так же накрываем тепличкой и ставим в теплое место. Если у вас нет теплицы, значит мы используем любое пленочное укрытие. Я взяла обычный мусорный мешок, вот не такого небольшого размера, обрезала край у него, тот, который внизу, и складываю мешок его. Он был сложен на 4 части, я складываю его на 3 части. Мне такой вот размер больше подходит. Вот так. Сложила на 3 части, чтобы получилась вот такая величина. Насыпаю грунт, от этого края отступаю 2 см, для того, чтобы просто было удобнее закручивать. Хорошо смачиваем грунт. Так, все, хорошо смочили грунт. Дальше я раскладываю по поверхности семена. Вы можете раскладывать зубочисткой, можете пальцем, как вам удобнее. Буквально на 1,5-2 см от верха. Я уже поняла, что когда семена раскладываем близко к поверхности, то получается не совсем хорошо. Они, ну, как-то не очень красиво получаются. Вот лучше всего, когда 2-3 см, даже 2 от поверхности. Вы знаете, чем вот хороши вот такие улитки, они очень экономят место. То есть, особенно, когда во время посадок, когда у нас катастрофически не хватает места. Это вот очень удобный способ. Вы посмотрите, вот количество семян одинаково было. Вот в ту ячейку я посадила, то есть, по идее, ну, получается там 2 ящика. Здесь в одну улитку. Сейчас мы ее свернем, поставим маленький горшочек, и будет вообще все прекрасно. Так, все, мы слегка вот так семена прижимаем. Еще раз чуть-чуть присыпаем грунтом. Вот так, незначительно, чтобы просто закрыть семена. Еще раз вот так сбрызгиваем. И скручиваем нашу грядку. Не бойтесь скручивать, прям берите вот такое, вот такое вот, за закрытие вот такое берем. То есть, не мелкой вот так закручиваем, а побольше, чтобы наша улиточка была такая жирненькая. Если земля высыпается, особенно с нижнего края, вообще не переживайте. Нам самое главное верхний край, так как семена у нас были сверху. Одеваем обычную денежную резинку и ставим вот в такую емкость. Кстати, вот чем удобно такой способ, смотрите, я сюда раз и сразу втыкаю сорт. То есть, вы его не потеряете, он у вас никуда не денется. Оп, все, ставим. Поливать, когда рассада, до момента пикировки, будем поливать с дна. То есть, мы будем воду лить с дно. Поверх мы еще раз увлажняем. Хорошенечко. Сюда мы тоже нальем воды в дно, чтобы влажность воздуха у нас была хорошая. И накрываем все сверху обычным пакетом для завтраков. Обязательно оставляем вот такую пумпочку, чтобы был воздух там. И ставим тоже в теплое место. Буквально через несколько дней я вам отчитаюсь, где быстрее взошли. Но я уже и так знаю, где быстрее взойдут томаты. Но способ этот действительно рабочий. Так что вы можете смело идти моим путем. Сажать вот в такую вот штуку под названием улитка. Ну, все такие моменты я сегодня вам показала. Основные торфяные таблетки я не стала сажать. Но здесь способ очень простой. Таблетки, как я уже сказала, замачиваем в воде. Они вырастают. Здесь вот размер, здесь вот место под семечко уже определено. То есть, вы просто сюда заглубляете семечко и закрываете грунтом. Он становится такой рыхлый. Но могу сказать, что вот за торфяными таблетками нужно глаз и глаз. Почва в них пересыхает очень-очень быстро. Поэтому вот я их, честно говоря, не очень люблю. Хотя они, многие садоводы-огородники отдают предпочтение именно им. Я думаю, что все советы мои пригодятся вам в момент посадки. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok